Первый, кто сделал 40 фрагов в новом режиме PUBG Mobile. Я думаю, многие сразу догадались, что этот Рос, человек, который врывается практически всегда в любой сезон одним из первых, соло против сквадов, матч от 13 сентября, 11 утра, то есть человек с самого-самого утра, начал покорять просторы PUBG Mobile и сделал 40 убийств в одной катке. Но, кстати, я вам скажу, уже есть больше. Например, Убах вчера в рамках челленджа сделал 47, притом 2 раза. За это он получил даже топ-1 Европы. Реально, он был топ-1 рейтинга. И там много всего было крутого. Об этом я, конечно же, сделаю отдельный видос. Ну, а пока что смотрим за Тродзом. Его матч еще был до сброса рейтинга. Так что здесь, если я не ошибаюсь, асы-доминаторы. Потому что именно на этом ранге играет Тродз. Ну и, конечно же, друзья, я напоминаю вам, что спонсором ролика является компания 1Х. Наиболее надежная, с лучшими предложениями. Так что, если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы легко найдете ссылочку. И там, по промокоду EROKES, вы получите до 520 долларов бонусом. Я желаю вам, конечно же, удачи. И только побед. Много народу пишет на мини-карте. 15 человек вокруг. В принципе, это хорошо. Вот этот вот Бигаменг что-то много на себя берет и очень неплохо так расстреливает оппонентов. Надо бы с ним разобраться побыстрее, а то он здесь сейчас насобирает. Отлично, первый есть. И справа еще какой-то его друг, он кого-то выслеживал. Я так, кстати, не понял. Гробы можно открывать? Они так выглядят, как будто бы можно. Как будто бы оттуда кто-то вылезет. Представляете, как было бы прикольно, если бы в какой-то момент там вылазил какой-нибудь такой легенький скример. Гробы были бы очень опасные. Вот эту лестницу, кстати, достаточно неудобно выносить. Да, уже не первый раз я вижу, что человек, воюющий вот из этого угла с двойной лестницей, по каким-то неведомым мистическим причинам умирает. То есть это никак не связано там с тем, что его перестреливают оппоненты или с тем, что люди на лестнице играют лучше. Нет, просто само по себе как-то то там что-то не срабатывает. То сама игра решает, что надо здесь отлететь. Ну и вот как сейчас у Тротза просто из ниоткуда появилась граната, которую, ну, очевидно, никак нельзя было избежать. В общем, опасная лестница, будьте осторожны. Хорошо, кстати, перевелся, но соперник быстро ушел за укрытие. Пятнашка есть, отлично. При том, на сундуке еще, по идее, должно сейчас лежать много всякого вкусного. У Тротза уже вполне себе хорошая амуниция. Единственное, не хватает третьего жилета. А в остальном все прям максимально четко. Кстати, вообще не удивлюсь, если он останется с АКМом. Он может. Что он, что Зенос, вот почему-то, я не знаю, турецкие именно ребята котируют АКМ крайне высоко. И такие, да он лучше М-ки. О, вау! Хороший дропшот. Видно, что это ас-доминаторы. О, интересно, а можно вот там вот между крыльев горгульи сесть и крысить? Я уверен, совершенно неожиданная позиция. Для начала точно никто не догадается. Первый раз 200. Все. День. На работу пора. И Тротз такой, да нет. О, а что какой-то резкий скачок? До 20 фрагов. Ладно, главное, что очко не закрысил. Хорошо, и добить. Отлично. И это очко! О, а что? А, мистическое. Мистическое очко. Блин, какая красивая вот эта красная ламба. А что вот это за дырки сзади в панели? Это вентиляция или это просто, чтобы круче выглядело? В принципе, работает. Выглядит охренительно. Да я в курсе. Спасибо, женщина. А у настоящей ламбы вот тоже вот так вот из фар красные какие-то конфетти летят. Хе. Было бы странно. Удивительно, что на починках только один человек. А почему так мало? Где все? Не понял. Очень странно. Не, ну, красиво, что ли. Еще, кстати, ну, опять же, высокий ранг и много народу со скинами. А если вы тоже хотите себе скины, то залетайте в телеграм-канал Errokesbiba. Это мой телеграм, и я там каждый день выбираю троих случайных подписчиков и даю им по 325 UC. Так что, если ты не подписан, то ты теряешь каждый день возможность получить 325 UC. Приходи, ссылочка есть в описании. Ну, а также, если просто нужны UC-шки, у меня есть бот. Он так и называется Errokes UCBot. Там, короче, моментальные пополнения, приятные, хорошие цены. А что самое главное, официальные способы оплаты через банки. Сейчас всем подряд карточки блокируют. И здесь такого точно не будет, потому что там чек, официальная оплата, все дела. Пользуйся! Крутая штука. Аккуратно так топает какой-то чувачок. Но как же... Ой, как же у него сейчас должно сгорать все, вообще все, все тело. Так много молотовых. Ой-ой-ой, хорошо продамажил. Уже есть преимущество по здоровью, можно выйти. Тем более с П-90-шем. Чуть друга забирает. И это супер очко! Не, ну красиво, красиво переиграл. Умом, скиллом, интуицией и просто большим пенсилом. А теперь еще и АМР берем. И у парней начинаются проблемы. Ой. Первый раз попытался в голову попасть, и там было крайне близко. Что это? Уничтожение баги в прямом эфире. Один в девяносто четыре. Это что такое? Это как у Райдина, только еще минус пять почему-то. А мог человек промахнуться? Да, наверное, он промахнулся. А нет, кнопка четыре и кнопка девять не рядом. Даже если такая странная. Ну, наборная циферная клавиатура. Кстати, трос не катался на лошади. Это что? Это он против экологических транспортов? Или наоборот, он за эксплуатацию? Точнее, наоборот, против эксплуатации животных. ВИП-671. А что это за значок сердечка там был? Это... Это новый значок саморезки? Или что? Как-то вот обратил внимание, что у некоторых он был. Блин, как же было бы красиво, если бы он здесь попал на 270 метров. Вау! Представляете, как этому чуваку сейчас обидно, который просто вылетел из машины. Его друзья должны его продать и уехать. Но нет, они просто здесь остались. Ну, теперь вместо того, чтобы умереть одному, умрут все четверо. Хотя, подожди, утрод за проблемы. Мало здоровья. Опасная ситуация. Его начинают окружать. Один данного колса. Дотикался. Доигрался, так сказать. Гранатка не вовремя, но, может быть, можно сказать, подбайтил. Нокает одного. СМЖ-3 забирает второго. И остается один на один. Быстро вы, ребята, сдулись. Еще и этого человека нокнули, видимо, раз в 200 за матч, потому что он откис очень быстро. Хорошо, сороковой фраг. И нужен еще один. Хилиться. Почему небольшой аптекой? Нужно большой аптекой, бро, нет! Вот, мне кажется, эта жадность сейчас что-то да сделает плохое. Его окружают с разных сторон. Выбегает троц, накидывает по одному. И его сразу же забирают с МЖ-3! Да! Ну, я не знаю, сработала бы здесь большая аптека. Мне кажется, нет. А зноминатор, как я и говорил. Продолжение следует...